В республике продолжаются проверки соблюдения противоковидных мер, введенных и действующих на территории региона в период пандемии. Это обязательный масочный режим в общественных местах и наличие QR-кодов у сотрудников сфер обслуживания, торговли и общественного питания. В рейде побывала и наша съемочная группа. Вот так день за днем сотрудники полиции совместно с представителями органов исполнительной власти проверяют торговые центры, спорт-объекты, точки общественного питания, транспорт, кинотеатры. Проверяют на соблюдение их сотрудниками и посетителями антиковидных мер, которых может быть сколько угодно. Но если их не соблюдать, результат, а это улучшение эпидобстановки, не будет достигнут. Но это понимают далеко не все. Многие по-прежнему пренебрегают средствами индивидуальной защиты в общественных местах. Машине оставил. Это все. Зачем? Да, зовут. Все, да, поторопился. При выявлении граждан, которые нарушают масочный режим или не имеют QR-кодов, сотрудникам полиции составляется протокол соответствующий. И документы направляются в городской суд. По решению городского суда гражданину назначается или предупреждение, или штраф. Все это направлено на здоровье людей. Действительно, задача таких рейдов не наказать жителей, а донести, что только сообща мы сможем прервать цепочку распространения вируса в регионе. По этой же причине регион еще в октябре перешел на систему QR-кодов. Музеи, театры, бассейны, магазины, все спортсооружения и учреждения культуры у нас работают. Они открыты для всех, кто сделал профилактическую прививку и не несет угрозы распространения вируса. Нарушители встречаются, но с каждой проверкой все реже, говорят полицейские. Людей становится привитых много больше. Это показывает проверки QR-кодов по торговым центрам, по частным местам, где необходимо иметь данный QR-код. Вводить новые ограничения и полностью закрывать предприятия власти республики пока не планируют. Ведь это определенный удар по экономике и бизнесу. Но ситуация может измениться. Предприниматели должны понимать, что общее эпидемиологическое благополучие в Мариел, а вместе с тем возможность работать и жить привычной жизнью, сейчас зависит от каждого из них и от их сотрудников. Противоковидные меры введены не просто так, а значит и контроль над их исполнением будет продолжен. Как идет контроль взаимодействия Роспотребнадзора и МВД? Вот это серьезно. На транспорте, в торговых учреждениях, в зрелищных учреждениях, в образовательных учреждениях. Вот это вот важно. Пожалуйста. Сколько актов составлено? Как соблюдается масочный режим? Какие наказания для транспортных компаний? Мы с вами договаривались, что ни один автобус на остановке не начинает движение, если в автобусе находится хоть один пассажир, который не желает надеть маску. Специальные группы, осуществляющие контроль соблюдения масочного режима и наличие QR-кодов в тех местах, где это необходимо, продолжат свою работу. Причем не только в столице, но и во всех районах республики. Причем не только в автобусе, но и во всех районах республики.